Приветствую вас! Вы знаете, ну действительно чувствуется в вашем тексте определенная такая потерянность, чувствуется в вашем тексте определенная такая кризисность, да, кризисность, потому что вы находитесь, наверное, сейчас в том состоянии, когда анализируешь свой путь пройденный, он у вас немаленький, вот, по сути половина, чуть меньше половины своего жизненного пути выбросили, то есть на самом деле вы сейчас в самом расцвете сил, так сказать, полностью раскрыты ваши способности, на самом пике своих возможностей вы находитесь, я имею ввиду по потенции, потенциально, вот, и остается только лишь решить, как вы будете их использовать, да. Вот тут мой коллега писал о том, что он вам запишет ответ видео, обязательно послушайте его ответ, когда он будет, вот. И я тоже постараюсь разобраться с тем, что с вами происходит сейчас. Хотя, если честно, вы запросы не задаете, то есть какой вопрос, никакого вопроса, никакой запрос не звучит из вашего текста, что, в общем-то, весьма показательно, то есть либо вы реально не готовы выходить из своего состояния, из своего образа жизни, ну, потому что, знаете, что любой запрос, любой вопрос, он как бы порождает действия, он как бы порождает какую-то деятельность, а деятельность выводит вас из зоны комфорта, а выйти из своей зоны комфорта вы, наверное, не хотите. Причем я сейчас говорю не об этой зоне комфорта, которая есть у вас в тексте, а о той зоне комфорта, которая находится несколько глубже. Это зона комфорта, связанная с вашим мироощущением, это та зона комфорта, которая связана с вашим выбором, с вашим жизненным путем, да, который вы выбираете. Это та зона комфорта, которая идет из ваших установок, ценностей, взглядов, стремлений каких-то и так далее. Ну, я сейчас говорю вам об этом, ну, еще чуть позже я этого коснусь. Итак, неуверенность в себе, в своих силах, знаниях и способностях хорошо зарабатывать. Пишите вы заголовок. Я, конечно, могу ошибаться здесь, но мне думается, что ни сила, ни знания не имеют такого значения, как способность зарабатывать, причем зарабатывать хорошо. То есть, для вас хороший заработок, это, ну, вот, определенное такое оценочное осуждение, да, то есть, именно хороший заработок. То есть, вы хотите по итогу хорошо зарабатывать, это для вас определенное такое социальное значение. Социальное и личностное значение. Я хорошо зарабатываю. Если я зарабатываю как-то нехорошо, по моему мнению, то все. Я неполноценен, я неуспешен, да, я никчемен, неудачник и так далее. Здесь первый момент. Как формировалась ваша оценка хорошего заработка, то есть, что есть хороший заработок? Что такое хороший заработок для вас? Кто устанавливает какой заработок хороший? Вы там дальше пишите, что хороший заработок, это когда не считаю копейки. Да, вот тут вы пишите, да, жить не считая копейки. То есть, выживать. С одной стороны, да. Правильно. С другой стороны, разве не считают копейки те, кто хорошо зарабатывает? Нет? Отлично. Кто не считает копейки? Попробуйте подумать. Кто не считает копейки? Реально. Те люди, которые деньги тратят на то, что им нужно, на то, что им необходимо, исключительно для того, чтобы делать то, что им нравится. Да? Если человек работает для заработка, для того, чтобы хорошо зарабатывать только, он всегда будет считать копейки. К сожалению. Да? Потому что это единственное, что ему остается, ибо сама работа ему не нравится. В вашем случае это, пожалуй, идеальный вариант, потому что свою работу вы ненавидите, на которой вы работаете сейчас. Вот. И, соответственно, вы пробовали разные вещи, но как-то у вас, видимо, не получалось найти себя, свою нищую и так далее. И вот, вы знаете, опять же, здесь могу ошибаться, но рискну предположить, что работая, работая, выбирая работу, точнее, вы хотели бы, чтобы эта работа приносила деньги? Вам обязательно. То есть, вы ориентируетесь в выборе того, что вам делать, на заработок. Вы говорите о силе, вы говорите о знаниях, но какие могут быть силы и знания, если все это ориентировано на оценочное отсуждение хорошего заработка? Понимаете? Вот вы свою нищу нашли, где вы можете заработать. Только проблема-то в чем? Да? Проблема в чем? В том, что вы нашли нищу, а вы ее ненавидите. То-то и оно. Дальше. Значит, живу как-то за границей только из-за возможности зарабатывать больше, чем в России. Ну, понимаете как? Тут нужно выяснять, то есть вот процесс вашего становления, взросления, процесс вашей зрелости, да, как это все происходило. То есть на самом деле вы далеко не единственный человек, кто зарабатывает недостаточно, по его мнению, да, потому что в России средний класс как таковой почти отсутствует. Это понятно. Но вы уехали за границу. Значит для вас заработок имеет определенное большое-большое значение. То есть в том, что вы в России считали копейки, было что-то негативное, и было что-то негативное явно больше и сильнее, чем то, что чувствуют другие люди, находясь в вашем же положении. И с одной стороны здесь отсутствие удовольствия от того, что вы делаете, отсутствие удовольствия от процесса, скорее всего. С другой стороны, это ориентация на, собственно говоря, заработок. Ориентация на результат, ориентация на эффект. Это что, как нас воспитывают? Ориентация на оценку, на эффект, на результат, на пользу, на прибыль, на вот это все, но ни на навык, ни на процесс. Понимаете? Откуда это взялось? Ну, очевидно, что из родительской семьи, очевидно, что здесь ситуация такая, что либо от вас требовали, то есть скорее всего тут, ну тут можно гадать, да, но есть несколько вариантов. Например, например, такой, отстраненный отец, до которого вы пытаетесь дотянуться, пытались дотянуться в детстве и пытаетесь дотянуться до сих пор. И, соответственно, такая достаточно строгая мама, которая, ну, была к вам ближе, но которая не позволяла вам никаких ошибок, да, и так далее. Ну, это сценарий, сценарное поведение. Либо ситуация такая, что отец такой же отстраненный, но мама была у вас, она такая была мягкая достаточно. Вот. Была мягкая, душевная, и она имела заниченную самооценку, которую, ну, оттранслировала вам. Вот. Я думаю, что так. Есть ещё третий вариант, когда родители, наоборот, были близки, ну, то есть они были к вам близки, они жили в нищете, оба, или кто-то один. И вы видели, как человек страдает, и вот всю свою жизнь потратили на то, чтобы не быть как он, родители. Здесь это так называемый контр-сценарий. Вот. Ну, контр-сценарий ничем не лучший сценарий, потому что, так или иначе, это перекос, да. То есть, если родители не стремились, например, вашей к заработку, то, соответственно, вы стремитесь к этому заработку, но так как они не стремятся к заработку, так как то, что они не хотят жить достойно, является деструктивной моделью поведения, так и то, что вы только стремитесь жить достойно, тоже является деструктивной моделью поведения. То есть, здесь нужно всё-таки уметь говорить «нет», уметь говорить «да», уметь анализировать и принимать верные решения. А у вас такое впечатление, что всё ориентировано только на то, чтобы либо доказать, что вы достойный, что вы, значит, сильный, что вы успешный, что вы можете, что вы справитесь, что вы должны, либо, значит, на то, чтобы убедить себя и других в том, что вы никогда не повторите судьбы своих родителей. Здесь вот есть такие вот моменты, к сожалению, к сожалению, значит, как обстоят дела на самом деле, я сказать не могу, потому что информации слишком мало, про ваших родителей вы ничего не писали, да? Вот, ну, я думаю, скорее всего, ситуация была именно такая, может быть, какие-то моменты я упустил сейчас. Так, значит, при этом на протяжении последних пяти лет пытаюсь придумать, как вернуться на родину и зарабатывать достойные деньги, а не жить, считая каждую копейку. Ну, смотрите, тут два момента есть. Момент первый. Вы хотите вернуться на родину. Зачем? Чтобы что? Какой цель? Вернуться на родину. Вернуться на родину. Вас мотивируют какие-то духовные, ну, потребности, духовные желания, да? Может быть, сердце вас туда ведёт, может быть, чувствуете, что не на своей земле находите. Ну, такой бывает. Да. То есть, это один момент. И его необходимо выявить. То есть, если я хочу вернуться на родину, то чтобы что? Для чего? Да? Какая цель? Дальше. Дальше. Достойно зарабатывать, а не считать копейки. Здесь простите. Есть некая идеализация. То есть, вам нужно выбирать. Либо вы на родине и у вас удовлетворены духовные потребности, но не удовлетворены материальные, либо вы не удовлетворены духовно, но удовлетворены материально-материально. Как правило, как правило, люди удовлетворяют что-то одно. И да, можно и то, и то реализовать, но постепенно, поэтому определите, определите здесь, что для вас важнее, либо духовное, либо материальное. Это понятно. Дальше. Если вы ставите вопрос так, что я хочу вернуться на родину, но хочу зарабатывать нормально, а не считать каждую копейку, то, соответственно, вам нужно... А. Чётко знать, как вы будете духовно удовлетворять свои потребности на родине. Б. Работать, скорее всего, на нелюбимой работе, которая будет приносить доход. Либо, либо вы будете заниматься тем, что вам нравится, но это не будет приносить вам доход. Материальные вы будете считать копейки, но будете компенсировать это, значит, духовной удовлетворенностью. И, может быть, вы будете заниматься хобби, которое впоследствии будет приносить вам доход, который избавит вас от необходимости считать каждую копейку. Вот. Но пока негативный сценарий мне видится именно в том, что для вас заработок – это всё самое главное, и отсюда все вытекает, что заработок – это проблема, заработок ставится во главу угла. При том, что, понимаете, вы, как сказать, тут тоже интересный момент, вы говорите, что я не могу заработать в России, да, то есть так-то вы вообще зарабатывать можете, но в России заработать не можете. Значит, что? Либо стоит блок на работу в России подсознательный, то есть вы не хотите жить в России, не хотите в ней находиться, а то, что вам движется – это некая установка ваших родителей, которые говорят, что ты, ну, ты русский, ты должен жить в России, вы чувствуете вину за то, что живёте не в России. Либо, либо здесь просто элементарный конфликт, так сказать, того, что вы хотите с тем, что реально можно сделать. Потому что, ну, знаете, если вы, например, учитель, да, или, ну, педагог-учитель, если вы, скажем, врач, да, то понятно, что по своей специальности в России вы не заработаете никак. Ну, потому что врачи и педагоги получают в России очень мало. И вот, собственно, что вы делаете? Вы говорите, я занимаюсь бизнесом, там, онлайн, онлайн. Так, да, но бизнес – это не ваше. То есть бизнес может быть вашим, может быть, не вашим. Если вы хотите заниматься чем-то, то лучше всё-таки отдавать это на аутсорфинг и, соответственно, чтобы на вас это сделали другие люди, а вы уже получали бы какие-то барыши с этого. То есть, здесь история какая? Насколько организованно вы подходите к, вот, цели заработать деньги, нормальные деньги в России? Да? Понимаете? Насколько для вас важно зарабатывать деньги именно в России? Ведь вы можете организовать бизнес на бизнес, например, в той стране, где вы находитесь, раскрутиться там, потом приехать в России и просто использовать уже имеющийся капитал для того, чтобы в России куда-то вложиться и с этого иметь прибыль. Понимаете? То есть, тут вот вопрос, в чём именно препятствие у вас лежит? Какое именно препятствие? Где конфликт? Конфликт с чего у вас? Понимаете? Вот. Дальше. Идём. Так, значит, пробовал запустить различные бизнесы онлайн, оффлайн. Ну, ещё раз повторяю, да, бизнес это могут быть ваши, может быть, не ваши. То есть, тут лотерея. Чисто лотерея. Если идея бизнеса, она достаточно сильна, да, то лучше всё-таки нанять каких-то людей, которые вот это вот с вами делали бы вместе, да, то есть надеть на аутсорфинг и чтобы вы просто были таким, знаете, как управляющим или акционером. Вот это самое лучшее, потому что не каждый человек может заниматься бизнесом, это факт. Вот. Кстати, вы не сказали, кто вы по профессии, это много бы про вас, ну, пролило бы цвет на то, кто вы, да. Так. Дальше. Результату не было совсем, либо приносил совсем незначительный доход. Ну, вот смотрите, опять, у вас незначительный доход, это оценочное осуждение, да. То есть, вот у меня хороший доход, вот у меня незначительный доход. Ага. Аноним. История здесь следующая. Доход незначительный, это уже доход. И сразу этот доход значительным. Скорее всего не станет, тем более от бизнеса. Вы должны быть очень гениальным бизнесменом, или найти очень воздребованную новую нишу, либо быть грамотным маркетологом, чтобы ваш бизнес сразу приносил много прибыли. Здесь у меня вопрос. На чем основывается ваше недовольство незначительным доходом? На чем основывается ваше недовольство незначительным доходом? Доход есть? Есть. Он незначительный, но он есть. Это хорошо. Это ему нужно время. Бизнесом люди занимаются несколько лет, много лет. И только лишь спустя вот года, когда люди осваивают все тонкости, бизнес начинает принять. И доход вы же как будто бы спешите, торопитесь. Я не знаю, могу ошибаться, но вот из вашего текста получается, что так. Такая история получается из ваших текстов. Так, значит, к данному моменту появилась полная апатия и потеря веры в то, что в моей жизни все будет хорошо. Ну, Аноним, что я могу сказать. Вы, уезжая из России, скорее всего чувствовали себя не очень хорошо. Да, то есть вам что-то не нравилось. Прибывая в стране, в которой вы сейчас живете, вы тоже чувствуете себя далеко не лучшим образом. Ну, раз, попытаетесь и бизнес, и все вот это сделать. Вот. Кстати, непонятно, где именно вы пытались запустить бизнес. То есть, за границей или в России. Непонятно, да. То есть, если за границей, то что там, какие проблемы были. Вот. Если в России, то какие там проблемы были. Вот. И были ли вообще проблемы, да. Соответственно, почему именно бизнес, а не переквалификация на что-то. Да. Вот. Ну, вот. Ну, вот. Смотрите. Еще раз. Когда вы уезжали из России, у вас была, ну, определенная неудовлетворенность. Была определенная неудовлетворенность тем, что вы имеете. Находясь за границей, у вас все равно определенная неудовлетворенность тем, что вы имеете. То есть, вы эту неудовлетворенность носите с собой. И она эта неудовлетворенность. Неудовлетворенность тем, что у вас, в вашей жизни не все хорошо. Она будет с вами, где бы вы не были, в России. За границей. В отношениях, без отношений. Она будет везде. Понимаете? И, скорее всего, именно поэтому отношений у вас не получается. Потому что внутри вас есть дисгармония. Внутри вас есть дисбаланс. Этот дисбаланс чувствуется и с вами на сближения не идут. Понимаете? Вы этот дисбаланс внутри себя пытались разрешить сперва за счет переезда за границу. Потом обратно. Потом за счет попыток построить отношения. Потом за счет вина и фильмов. Да? Ничего этого не получается правильно. Потому что дисбаланс это из-за непринятия себя. Вот в себе вы что-то не принимаете. В себе вы что-то считаете неправильным. В себе вы постоянно чувствуете бобренность в том, чтобы достичь того, чего вы не достигли. То есть, как бы, кто-то, ну, так это видится мне, кто-то вас постоянно подталкивает к тому, чтобы, как бы, говорить, давай, 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 работай, давай, пытайся, давай, давай, ты должен. Вот. Мне кажется, что так. Конечно, могу ошибаться. Дальше идем. Значит, так. Появилась полная апатия, потеря веры, что в моей жизни все будет хорошо. Ну, во-первых, апатия. Да, апатия это состояние, когда на человека давят несколько центробежных сил. То есть, я должен, я хочу, ну, например, я обязан, мне необходимо, было бы неплохо. То есть, вот эти все центробежные силы как бы давят на вас очень сильно из-за этого возникает апатия. То есть, апатия это как бы защита. Если бы апатий не было, вы бы сошли с ума. Необходимо определить, что это за силы на данный момент, в какие стороны они вас тащат, и что хочет каждая из этих сил. Что она, чего она желает, каждая из этих сил. Что ей нужно, каждая из этих сил. И насколько это то, что вот нужно этой силе, соответствует тому, что нужно вам. Да? Понятно. О чем идет речь. Дальше. Потеря веры в то, что в моей жизни все будет хорошо. Здесь, вот, я, пожалуй, наверное, соглашусь от счастья с коллегой, которой вы поставили дизлайк. Значит, в том смысле, что не верить нужно в то, что в вашей жизни все будет хорошо. А смотреть, по какой причине здесь и сейчас вы не чувствуете, что в вашей жизни все хорошо. Понимаете, говорить о том, что в моей жизни все плохо, например, или не все хорошо. Это слишком глобально мыслить. То есть, сам формат мышления, он не совсем правильный. А, вариант такой. Мне не нравится что-то, да? Меня что-то не устраивает, мне что-то неприятно. По какой причине? Могу ли я что-то изменить? Должен ли я что-то менять? Понимаете? И какие у вас критерии вреда и пользы для себя? Правильно ли вы понимаете вред и пользу для себя? Ну и я уже говорил о том, что без принятия самого себя, вы себя полностью не принимаете, невозможно, опять же, чувствовать, что в вашей жизни все хорошо. И заработок, страна, девушки, это все не поможет. Потому что проблема ваша и только ваша. Да? Отлично. Дальше. Значит, здесь личная жизнь не ладится, хочется отношений с русскоязычной девушкой, с этим тут проблема. Ну, вот опять же, опять же, понимаете, хочется отношений с русскоязычной девушкой. Это что? Типаж. То есть что? Предрассудок. Предрассудок. То есть некий стереотип, что я хочу отношения именно с русскоязычной девушкой. А почему? Что вам нужно? Что вам нужно такого от девушки, что вы согласны только на русскоязычную? Ведь согласитесь, что вы, вы говорите, мне хочется отношений. А с какой стати вам и хочется отношений? Для чего вам отношения? Если вы хотите отношений, значит вам что-то нужно самому для себя. А это значит, что людей вы не готовы воспринимать такими, какие они есть. Это значит, что вы готовы воспринимать людей только в контексте своих потребностей. А это означает, что либо отношения вы не построите вообще, потому что девушки будут чувствовать, что вам от них что-то нужно, и будут отдаляться. Либо вы построите зависимые отношения, в которых вы будете несвободны, и вам будет еще хуже. Вот. Знаете? То есть тут нужно определить, мне хочется отношений с девушкой сперва. Просто отношений, да? С девушкой. С какой целью? Зачем? Чего мне не хватает сейчас? Понимаю ли я, что это делает меня нуждающимся в девушке? И то, что меня делает нуждающимся, делает меня неравным ей. То есть она должна меня либо пошлить, то есть быть выше, либо дать мне то, что я хочу, то есть быть ниже. Это отношения деструктивные. Да? Это первое. Второе. Русскоязычная девушка. Чем обусловлено это? То есть, по какой причине я хочу именно русскоязычную девушку? Характер, там, какие-то поведенческие элементы, внешность, ментальность, менталитет, интересы. Почему именно русскоязычных? Какие черты вам нужны? Каков идеал вашей женщины? Каков образ женщины, который вы видите рядом с собой? Что он в себя включает? Этот образ. Насколько этот образ устойчив? И как часто этот образ вы пытаетесь нацепить на более-менее подходящую девочку? Понимаете ли вы, что это неправильно? Что это унизительно по отношению к ней? Понимаете ли вы, что из-за этого вы не видите реальных людей? Понимаете? Реальных людей. То есть, даже то малое количество русскоязычных девушек, которое есть, оно может быть закрыто для вас. Потому что у вас есть определенный образ, который образуется из ваших потребностей. Да? И вы ищите только ту самую, на которую вот можно одеть этот образ. А других вы не воспринимаете. Тут вот нужно подумать. Отношения любые основаны на полном, безоговорочном, безусловном принятии другого человека. А это значит, что отношения вы сможете строить только тогда, когда любого человека вы будете готовы принять. Любого абсолютно. Когда у вас не будет такого, то вот, я хочу отношений вообще, вообще. Да? Когда у вас не будет такого. Потому что сейчас вы любую женщину, которая более-менее подходит вам, вы воспринимаете как потенциальную девочку, жену и так далее. А это мешает. Это мешает вам с ней общаться, это мешает вам с ней взаимодействовать, это мешает вам раскрыться перед ней. Как человек. Как личность. Вот. Из-за этого отношения тоже не получаются. Потому что женщина интуитивно чувствует, что, ну, мужчина хочет, и её это отталкивает, как правило. Вот. А такую, чтобы соответствовала бы вам в плане, ну, в плане, в плане потребностей. Такую вы не встретили. И надо сказать, что слава богу. Было бы вам тогда ещё хуже. Скорее всего. Дальше. Русских мало. Да и опять же, найти девочку, которая захочет отсюда уехать назад России, шансов нет. Все, наоборот, рвутся сюда. Ну, во-первых, очень похоже на то, что вы вот говорите на игру в «Почему бы вам?», «Да, но». Вот эта игра так и называется «Почему бы вам не?», «Да, но». Обязательно почитайте, почитайте про эту игру. Вот. Кстати, может быть, именно с этим и связано отсутствие вопроса вашего. Потому что на любое предложение коллег, на любое предложение психологов, вы можете сказать «Да, но». Я пробовал, у меня не получилось «Да, но», там, мне что-то не нравится «Да, но», «Да, но», «Да, но», «Да, но». Понимаете? То есть, нет вопроса, как мне сделать вот то или иное, да? У вас вопрос какой? Как мне хорошо зарабатывать в России? По факту. Вот ваш вопрос. Но разве это к психологу вопрос? Нет. Психолог в таком запросе видит А. Негативный сценарий. Б. Невроз. С. Ну, или В этой, или В. Непринятие себя, неуверенность в себе. Вот. Вот это видит тот, что видит психолог в таком запросе. Потому что я хочу обязательно зарабатывать хорошо. Для меня это важно. Почему важно? Потому что я вкладываю в это какое-то свое личное значение. Понятно, что зарабатывать достойно хотят все. Это понятно. Но. Для того, чтобы зарабатывать достойно, нужно быть довольным тем, что мы зарабатываем. Если мы не довольны, то мы никогда не будем довольны каким угодно заработком. Либо будем довольны заработком, но не будем довольны чем-то другим. Потому что недовольство не связано с заработком. Недовольство связано с тем, как мы это воспринимаем. А то, как мы это воспринимаем, это мы сами. То есть мы недовольны сами собой. А недовольство самим собой идет не из денег, не из заработка, а из детства, из отношения к родителям. Из отношения родителей к нам, скорее всего. Ну, как правило. Бывает, что из отношения, там, друзей в подростковом возрасте. Бывает, там, из отношения каких-то фигур в правильном месте, в правильное время, в кавычках, конечно, бывает. Но человечество именно от родителей идет. Дальше. Значит, так. Так. Найти девушку, которой захочется ехать отсюда в Россию, сейчас мало. Ну, вот здесь, если говорить по факту, то девушка, она... Понятно, кто не хочет. То есть куда она уедет? Она уедет красоту, да? И никто не захочет поменять. Лучше выжить на более худшую. Возникает вопрос, а почему хотите вы? То есть мало того, что вы хотите вернуться в Россию, так вы еще и хотите вернуться в Россию с девушкой из-за границы. Ну, я думаю, что было бы справедливо, если бы вы приехали в Россию сами, да, и тут бы начали с кем-то встречаться. Есть, вы знаете, что-то такое идеалистично детское, детское в том, что вы хотите. Дальше. Дальше. Значит, так. Работаю на работе, которого ненавижу. Понимаете, дело не в увольнении. То есть увольнение, оно ничего не решит на самом деле для вас, потому что уволившись, вы просто найдете работу еще такую вот, которую, ну, тоже, знаете ли, будете, мягко говоря, либо не очень... Не очень жаловать, да, но вот, мягко говоря, либо будете настолько сильно дорожить, что по итогу тоже возненавидится, ну, как и все, что очень сильно любим. Человек может возненавидеть, ну, при определенных условиях. Момент другой. Вы работаете на работе именно, именно, которую ненавидите. То есть есть ненависть. Ненависть обозначает, что вам эта работа мешает чувствовать себя хорошо, комфортно. Она, как бы, служит препятствием для достижения вами некой гармонии, комфорта, спокойствия, удовлетворения, расслабленности. Понимаете? Эта работа мешает вам чувствовать себя хорошо. Вот заметьте, я говорю, ЭТА работа. Вы о ней и так думаете. Эта работа, как же она меня задолбала, да? Это родительская позиция. Это родительская позиция. Эта работа, как же она меня задолбала. Но в действительности-то нужно не так рассуждать. Вопрос правильный звучит так. По какой причине я ненавижу эту работу? Что именно она мне несет? Какой вред она мне несет? И что стимулирует меня? Что двигает мной этот вред, который работа мне несет терпеть? Ради чего я терплю вред от этой работы? Неужели я считаю, что то, ради чего я терплю вред от работы, важнее, чем вред, который я получаю? И если да, то это не вред, а необходимая цена, которую я готов платить. Если я эту цену не готов платить, то и работать мне не нужно. Понимаете? То есть вы либо вот настолько не принимаете себя, да, что не задумываете даже о цене того, что вы делаете. То есть как бы не спрашиваете себя, готов ли я платить цены за то или иное. Либо вы просто-напросто никогда не работали так, чтобы вам было хорошо. То есть для вас любой труд это каторга, это мучение, это, не знаю, испытание, боль, там что-то еще. Еще. Вот. Это опять же воспитание к труду. Воспитание к труду как обязанность и как воспитание к труду как обязательному для получения средств. Ну то есть, но труд то, это что? Труд обязательно должен быть кадрным и обязательно не в удовольствие. Так ведь работал ваш папа? Подумайте. На эту тему. Дальше. Казалось бы, уволиться и найти работу в будущее. Однако я не хочу жить в этой стране и искать что-то новое, строить карьеру, желания нет. Окей. Если у вас нет желания жить в этой стране и искать что-то новое и строить карьеру. Хорошо. Тогда вы могли бы, а, построить карьеру все-таки, то есть получить специальность, с этой специальностью приехать в России. Да? И сразу, уже имея стаж, получать достойный день. Б. Вы определите для себя, если я не хочу жить в этой стране, зачем я сюда приехал. Ну и дальше уже то, о чем я говорил. А то согласитесь, странная получается картина. Вы как будто сами себя загоняете в тупик. В тупик зачем? Чтобы ничего не делать. В тупик. Есть такая еще одна игра, психологическая, она так и называется. Тупик. Можете о ней почитать в интернете. Игра, надо сказать, семейная, да, ну то есть, это считается, игра мужа и жены. Но ее смысл, когда человек вселенаправленно строит свою жизнь так, чтобы по итогу оказаться в тупике и тем самым избежать ответственности, очень важен. Отсюда вытекает вопрос. Как вы относитесь к ответственности, личной ответственности за самого себя? Знаете ли вы что это такое? Не боитесь ли вы ее? Отделяете ли вы грани ответственности своей от ответственности других людей? Ну и так далее. И так далее. Да? Вот. Потому что здесь, к сожалению, детская позиция. Опять же. Возвращаться в Россию пробовал дважды и каждый раз из нехватки денег и неспособности нормально зарабатывать приходилось возвращаться назад за границу. Из-за нехватки денег и неспособности нормально зарабатывать. Ну, понимаете, аноним. Вот несколько странно это выглядит. Да? То есть, с точки зрения психолога, с точки зрения психолога, вы либо вообще не умеете пользоваться деньгами, то есть у вас нет адекватного отношения к деньгам, да? То есть нет финансовой грамотности, как говорится. Либо вы специально выстраиваете все так, чтобы потом вернуться опять же за границу, где бы вам было хорошо, но при этом испытывать вину за то, что вы находитесь за границей. И ходить вернуться в Россию. Понимаете? То есть такое впечатление, что с одной стороны вы ходите за границу, но вместе с этим и ходите же в Россию. И вопрос здесь только такой. Ваше желание какое? Остаться на границе или вернуться в Россию? Кто хочет остаться на границе и кто хочет вернуться и вернуться в Россию? И для чего кто-то хочет за границей, а кто-то хочет вернуться в Россию? Ведь цели, цели по большому счету у вас одни и те же. А вот формы, формы разные. Формы абсолютно разные. Понимаете? То есть понятно, что кто-то за границей в Россию вернуться хотите вы. Но поскольку вы разрываетесь, поскольку вы разрываетесь, то очевидно, что это противоречие. А противоречие образует кто? Противоречие образуют так называемые эго-состояния. То есть вы, вот когда говорите, что, например, я работаю на работе, которую ненавижу, это говорит как бы ребенок. Но вместе с этим, вместе с этим, я уже цитировал, вы как бы говорите, что эта работа несет мне вред. То есть эта работа, это родительская позиция. И вот, когда вы находитесь в этой родительской позиции, когда вы говорите, что я должен, или мне надо, или мне необходимо и так далее. Когда вы находитесь в родительской позиции, вы не являетесь в этот момент собой. Допустим, вы хотите вернуться в Россию, а родители вас всегда говорили, что за границей лучше. Почему вы приехали за границей? И теперь каждый раз, когда вы возвращаетесь в Россию, голос родителей, подсознательных, ну, голос эго-состояния родительского, как бы управляет вашими действиями, и вы делаете все, чтобы по итогу опять вернуться до границы. Это не случайно, что у вас не хватает денег. Это не случайно, что у вас нет способности заработать. Это не случайно, что у вас есть установка, что в России я считаю копейки, а за границей же вы нормально. Это не случайно. То есть, если бы вы были свободны, если бы все ваши ресурсы были направлены на что-то одно, вы бы либо жили за границей, и были бы там счастливы, либо вы не уезжали никуда из России, и достигли бы чего-то здесь. А у вас есть противоречия, которые и мешают вам реализовать то, что вы хотите. Понимаете? Ну или, как вариант, да, это еще раз повторяю, за границей добиться какой-то карьеры, получить диплом, старший с этим всем приехать в Россию, и иметь статус европейского специалиста. Соответственно, устроиться сразу в какую-нибудь очень, значит, топовую, очень престижную компанию и получать много денег. То есть, все, как вы хотите. Но этого ничего вы не делаете. Почему? Потому что нет объединенных ресурсов у вас. Есть противоречия постоянные. Откуда, кстати, и берет свое начало апатия. Далее. Значит. Так. Ситуация не выглядит волшебной, однако я нахожусь в постоянной депрессии. Так. Она нет. Депрессия – это болезнь. Ее нужно диагностировать. До тех пор, пока у вас диагноза о депрессии нет, давайте не будем называть это депрессией. Ну, подавленное состояние может быть, да. Но подавленное состояние, вы вдумайтесь, подавленное кем? Да. Вот. Дальше. Потерянность и просто все теряет смысл. Потерянность – это избегание. Избегание. То есть, я потерян, я ни на что не влияю, я ничего не хочу. Если вспомните, то вы всегда уходили в потерянность, когда возникали конфликтные ситуации, конфликтные какие-то моменты, противоречивые жизненные какие-то обстоятельства. Вы всегда, скорее всего, уходили в это состояние потерянности. Что касается смысла. Да. То, что все теряет смысл. Опять же, извините меня, аноним, но если для вас все теряет смысл только потому, что вы не можете зарабатывать в России, то у вас и смысла никогда нет. Не было, точнее. Потому что не важно, где ты зарабатываешь, и не важно, сколько. Важно, как ты живешь и что ты делаешь. Не важно, какие вокруг тебя люди. Важно то, с кем ты общаешь. Хорошие люди, которые подходят именно тебе, есть везде. Их нужно найти. Не важно, с кем ты находишься в отношениях. Главное, чтобы человек к тебе подходил. Главное, чтобы ты принимал его, и он принимал тебя. Понимаете? Поэтому здесь я могу констатировать, что ваш смысл это либо чушевой смысл. То есть родительский, навязанный, какой-то чушевой, да. Либо его не было никогда. Никогда. То есть были какие-то вот мимолетние цели, которые вы преследовали. Но смысла личностного как такового у вас не было. Потому что личностный смысл это гораздо больше, чем то, что вы описываете. То, о чем вы говорите. Да? Дальше. Живу как в фильме «День цирка», каждый день похож на предыдущий. Работа, сон, нет друзей, нет отношений. Ну, смотрите. День цирка. Да? День цирка. День цирка. День цирка – это история про человека, который каждый день, ну, то есть один день проживал снова и снова. Да? Ага. До каких пор он проживал день снова и снова? До каких пор? Только до тех пор, пока человек не начал руководствоваться своими чувствами. Чувства у человека появились. Да? Не потребности какие-то, вот знаете, как он использовал вот этот, то, что он все знает для манипулирования, да, для достижения каких-то целей, вершин и так далее. Нет. Именно чувства. Человек открылся своим чувствам. Открылся себе. Это не деньги, не заработок, не отношения с русскоязычной девочкой, да, вот. Это то, как я чувствую. И день цирка завершился. Понимаете? Вот. Вот. Пересмотрите. Фильм. Фильм. Собственно говоря. Пересмотрите. Только оригинальный фильм, да. Вот. С Томом Хэрксом, по-моему, главной роли. Или я путаю, ну. Не важно. Оригинальный фильм. Девяносто. С первого или второго года, по-моему. Вот. Посмотрите его. Вспомните. Вот. Нет друзей, нет отношений. Вот вы думаете, у вас нет друзей почему? Потому что вы в чужой стране? Или потому что вы не зарабатываете много? Нет. Друзей это не волнует, не волнует. Это ваше выстраивание социальных связей. А если к людям вы относитесь так же, как к работе, то вы никогда не обращаете внимания на тех людей, которые дорожат вами. А те люди, которые интересны вам, не обращают внимания на вас. Понимаете? При этом ответ-то здесь очень простой. Что вы ведете себя так, потому что вы не принимаете себя. Приняв себя, вы сможете принять любого человека. И приняв любого человека, вы сможете раскрыться так, что вами будут интересоваться все. Понимаете? А так, пока вы ведете себя вот подобным образом, вы выглядите высокомерным. Для людей. Понимаете? Так. Раньше спасала бутылка красного вина. Каждый вечер. Добыла о проблеме вечером. Уснула с утра на работу. Ну понятно. Избегание. Аналог потерянности. По сути. С Нового года решил, так продолжаться дальше не может. Нужно прекратить прятаться от реальности и менять ситуацию. Ну хорошо. Менять ситуацию. Менять ситуацию, понимаете, это вот тоже очень общая фраза. Менять ситуацию. Конкретнее, конкретнее, что нужно делать. Сперва нужно менять свое мышление. Сперва нужно менять свое восприятие. Сперва нужно менять свое отношение. Категории, которыми вы мыслите. Вот что нужно менять сперва. И уже потом будет меняться ваше поведение. А из-за него будет меняться и ситуация. Вы ставите себе слишком отдаленные цели, которые вероятно именно поэтому и остаются невыполненными. Потому что они слишком далекие. Они слишком невыполнимые для вас. Вот. Я думаю так. То есть сама мысль правильная, что нужно прекратить прятаться от реальности. Это правильно. Это верно. Но менять ситуацию, это не достижимая цель. Потому что ситуацию никто изменить не в силах. Это происходит постепенно. Это происходит в результате работы. Это происходит незаметно, но это происходит. Понимаете? Это не происходит разительно, как в фильмах. Это происходит. Где-то там что-то поменялось. Где-то вот тут что-то поменялось. Где-то вот еще что-то изменилось. Где-то вот я стал вести себя по-другому. Где-то я стал относиться по-другому. Где-то я стал говорить другое. Не то, что говорил раньше. И вот так незаметно, 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 что-то меняется. Понимаете? Это вот немного психоаналитический такой подход. Однако вечером накрывает такое одиночество и пустота, что хочется вернуться к старому образу жизни, кино, кино, вино и спать. Ну, одиночество и пустота, да? Да. Вот каковы причины появления подобных чувств? Одиночество, пустоты, да? Откуда у вас появилось вот это, ну, вот эти чувства? Одиночество, например. Ведь если есть одиночество, значит, наверное, есть и потребность в том, чтобы это одиночество убрать. То есть, если есть потребность в том, чтобы одиноким не быть. Но если есть потребность в том, чтобы не быть одиноким, значит, вы хотите сбежать от одиночества. Вы не хотите его принять, это одиночество, пропустить через себя, позволите ему пройти сквозь, обнять вас и увидеть, что же за ним скрывается, чего же нет в вас, что же вы хотите получить от других людей. Понимаете? От России, от заработка в России, что нет в вас, понимаете? Ответы лежат в вашем чувстве одиночества, да? Пустота. Пустота. Пустота, она бывает разная. Пустота может быть связана с тем, что вы, понимая, что вы способны на какую-то активность, ну, не проявляете никакой активности, понимая, что у вас есть способности, вы не используете никаких способностей. Пустота, пустота может быть из-за этого. Может быть, пустота и из-за того, что для себя вам ничего не нужно. То есть, как правило, пустота возникает тогда, когда человек сам для себя ничего не хочет, у него есть только работа, и всё, по сути. Ничего для души у него нет, ничем человек не занимается, ничего творческого не делает, он ничего не приносит нового в мир. И отсюда возникает пустота. Ничего созидательного человек не делает. Может быть, просто пустота отсюда. Наконец, человек не развивается, то есть, ничем не увлекается, ничего не познаёт, ничего не изучает, не исследует, не открывает нового. Ибо кино, это не то, что, ну, как бы, да, некоторые фильмы, конечно, дают что-то новое, но, в основном, фильмы, это проживание чужих эмоций, как бы. То есть, да, там есть определённые мысли, есть определённый посыл, это безусловно, но, 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 тем не менее, тем не менее, фильмы, да, фильмы, если вы смотрите все фильмы подряд, например, или, если это те фильмы, которые вам изначально не интересны, да, ну, знаете, как вот, в курсе, там, кому-то, кому-то нравятся боевики, кому-то нравятся комедии, ну, вот что-то такое. Если это просто любые фильмы на подбор, то это просто проживание чужих эмоций, чужих эмоций и не более того, вот. Поэтому нет ничего удивительного в том, что у вас есть пустота. Вот, пожалуйста, с одиночества и пустоты, а точнее, с исследования их, изучения их, с повышения уровня вашего эмоционального интеллекта, я бы и начал работу. Чтобы вы лучше чувствовали себя. И поэтому рекомендую вам почитать книгу Федерико Перлзе «Практикум по гистальцитетерапии». Она есть в интернете, её можно свободно скачать. Прочтите, там есть упражнения, обязательно их поделайте, после этого на индивидуальную работу с психологом обязательно вам нужно. Вы пишите, поэтому я тут в поисках совета и помощи. Насчёт советов вы, к сожалению, ошиблись, психологи советов не дают. Да? Что касается помощи, хороший запрос, хороший запрос, но помощь какую? Какая помощь вам нужна? Какой запрос? Вы понимаете, запрос должен быть, тогда и помощь будет. Помощь у запросов. То есть, если я делаю запрос, то я хочу что-то делать, и в этом вам можно помочь, чтобы что-то сделать. А запрос я не увидел. У вас есть проблема неуверенность в собственных силах, знаниях и способности зарабатывать хорошие деньги. Именно неуверенность – это проблема. Но проблема эта связана не с реальным положением вещей, потому что реально вы сильные и знания у вас есть и зарабатываете вы деньги. А проблема реальная с тем, что вы сами себе внужаете, что вы, ну, неполноценны. Это недостаточно сильный, недостаточно умный, недостаточно хорошо зарабатываете деньги и так далее. Откуда это появилось? Ваши ли это установки? Нет. Это интроекты. Об этом читаете в книге, которую я рекомендовал. И с этим нужно работать. С этим нужно работать. И всё. А больше запросов нет. И помощи, соответственно, вам оказано быть не будет до тех пор, пока не будет запросов. Понимаете? В целом, для тридцати-десяти летнего мужчины текст достаточно инфантилен, я бы сказал. Понимаете? Потому что вы не пишете, чего вы хотите. Нет здесь ничего про то, что вам нужно. Есть только то, что хочется отношений. Ну, это... Ну, отношений хочется. А зачем отношений хочется? Что бы что? Хочу вернуться в Россию. Зачем? Для чего? Хочу зарабатывать именно в России. Зачем? Для чего? Не нравится страна проживания, где я сейчас живу. Хорошо. Но если вы живёте за границей, ну попробуйте посмотреть другие страны. Может быть, в других странах вам будет лучше. Попробуйте там, например, допустим, страны с похожим климатом. Например, там, скандинавские страны. Или КАМАБА. Вот. Норвегия, ну вот, скандинавские страны. Понимаете? Вот. То есть, как бы, нет у вас, вот, чёткого какого-то запресса, что вы хотите от психологов. Ещё раз повторю, это игра, почему бы вам, почему бы вам, да, да, но. Вот. Вот так то, что я могу вам сказать. Неуверенность в себе любая. Неважно, в силе, в знаниях, в умении зарабатывать деньги, вот. Неверенность в себе, как бы, купируется. Она купируется корректировкой поведения так, что вы видите реальный результат от того, что делаете. И при этом относитесь к результату так, что он для вас не на первом месте. Понимаете? Но для этого ваше поведение, ваш жизненный путь нужно корректировать. И в этом плане, в этом плане, да, я с вами согласен. Лайфкоучинг – это то, что вам нужно. Но, на мой взгляд, на мой взгляд, лайфкоучинг грешит тем, что чересчур берёт на себя много и отвечает человека думать. Поэтому я бы, вот, больше говорил, говорил, говорил бы с вами на языке примерно таком. Что, чего хотите, значит, что хотите получить, да, то есть, чего хотите, чего хотите вообще. Что хотите получить конкретно, что готовы для этого сделать и какая цена. Вот готовы ли вы заплатить цену, да. И, соответственно, как вы относитесь к, ну, к тому, что может не получиться, да, то есть, что будете делать, если не получится. Ну, вот, то есть, как воспринимать ошибки. Вот я бы в таком ключе бы с вами разговаривал. И, в целом, думается мне, что именно по таким ступенькам вы и смогли бы добиться того, чего хотите. Но, опять же, при условии, если вы допустите мысль о том, чтобы отказаться и от переезда в Россию, обязательного с последующим заработком там, обязательного, обязательного. Если вы будете хотеть всё равно в России, если это ваше желание, если это ваше желание там зарабатывать, то на здоровье, никаких проблем нет с этим. Отказаться от обязательных отношений с русскоязычной девушкой, например. Именно, ещё раз, от обязательных, обязательных отношений. Если будет такая девочка, то на здоровье, опять же, на здоровье. Модель своего мужского поведения посмотреть. Образ женщины посмотреть. Ваши. Да? Вот. Вот так. Я думаю так. Я думаю так. Я думаю так. Честно говоря, не знаю, что добавить ещё. Пожалуй, насторожило меня только то, что вы говорите, со стороны может показаться всё не так плохо. Вот здесь я увидел обесценивание ваших чувств. То есть вот я обесцениваю свои чувства и думаю, что другие их обесценивают. Обесценивание своих чувств – это тоже процесс неестественный. Это тоже процесс, который идёт, как правило, из детства. Тоже ведёт к низкому эмоциональному интеллекту и, соответственно, к жизни без чувств. Вот. У вас больше без радости сценарий. Кстати, кстати, тоже можете почитать, если хотите, об этом вот, жизненный сценарий без радости. Это у Клода Штайнера. Вот. Ну и без чувств у вас тоже есть, хотя это не на первом месте. Вот. Вот такие вот моменты я и думаю, то есть, соответственно, с этими сценариями вам нужно работать. С теми вот аспектами, которые я озвучил. Вот. То есть, понимаете, неуверенность, которая есть у вас, да, неуверенность, она будет, пока вы будете испытывать одиночество и пустоту. То есть, соответственно, сперва работаем с одиночеством и пустотой, и следуем их, видим, видим в этом, соответственно, вершины для развития. А после и уверенность у себя появится, безусловно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. А я желаю вам всего самого доброго и с Рождеством вас! Спасибо.